В совместном послании Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы и работодателей Республики Молдова, адресованном премьеру Дарину Ричану и министру труда и соцзащиты Алексею Бузу, говорится, что профсоюзы и объединения работодателей призывают к срочному созыву комиссии для рассмотрения проекта закона о госбюджете на 2025 год. В проекте закона о бюджете соцстрахования, проекта закона о бюджете фонда медицинского страхования и других важных проектов по заработной плате в бюджетном секторе. В пресс-релизе двух организаций отмечается, что Национальный закон об организации и функционировании нацкомиссии по консультациям и коллективным переговорам предусматривает, что она должна созываться по мере необходимости, в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в месяц. Поэтому они просят созвать заседание комиссии в срочном порядке до заседания Кабмина. Важность обсуждения отмечается в связи с консультативной ролью этой комиссии в разработке социально-экономических стратегий и политик, в урегулировании конфликтных ситуаций на национальном уровне между социальными партнерами. Мы попытались выяснить правительстве и Минтруда, получали ли они обращения профсоюзов и патронатов, но пока не получили ответа. Закон о госбюджете на 2025 год, как ожидается, будет принят Кабмина Бричана на заседании 4 декабря, после чего документ предстоит рассмотреть парламенту. Доходы государственного бюджета оцениваются в 71,5 млрд леев, что почти на 7% больше, чем в 2024 году, что эквивалентно примерно 4,5 млрд леев. С другой стороны, расходы прогнозируются в размере 85,5 млрд леев, что более чем на 4% или на 3,33 млрд леев больше, чем в этом году. Дефицит бюджета, прогнозируемый на 2025 год, составил около 14 млрд леев, или примерно 4% от ВВП. Напомним, что несколько дней назад Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы потребовала срочной встречи с премьер-министром Дарином Бричаном по вопросу повышения минимальной заработной платы до 6 тысяч леев и индексации пособий по уходу за ребенком. Эти требования стали реакцией на повышение тарифов на природный газ на 3 лея и 62 бана за кубический метр. Ни правительство, ни премьер не прокомментировали эти требования. Подорожание газа больше всего отразилось на пенсионерах, которые переживают, что из-за высоких цен на коммунальные услуги у них не будет денег на еду и лекарства. Пожилые люди признаются, что они в отчаянии. Они говорят, что больше не верят ни единому слову нынешнего правительства, потому что все лето их обманывали, обещая, что цены не вырастут. Я не знаю, что они думают делать с нами. Очередное подорожание. Я не знаю, что будет. Не знаю. Пенсия маленькая. Тяжело, потому что все так дорого. А если газ подорожает, все подорожает. И это тяжело. Как прожить на 2700 леев? Обманули нас. Все лето говорили, что газ будет, как был, не будет дорожать, но они подорожали. Подавали запрос на компенсацию? Ну и что? Они поднимали сейчас на 3 с чем-то и дадут нам 3 лея? Поставьте, ради бога, нас обманывают. Как хотят просто. Как хотят. Например, греюсь с газом. У меня будет около 3000. Так что мне останется с пенсией? Те, кто получают пенсию 2000-3000, это, конечно, катастрофа. Для них катастрофа, да. А для сельских местностей, у них же тоже отапливается дроба. Ну, я не знаю, как им компенсировать. Сломленные и обессилевшие пенсионеры жалуются, что теперь им приходится экономить еще больше. Ведь платежки за коммунальные услуги съедают все их доходы. Что касается компенсации, то, по их словам, власти просто издеваются над гражданами. Поскольку помощь, которую они обещают предоставить, никак не изменит ситуации. Наверное, придется меньше готовить, меньше кушать. Не знаю, выживать придется. Приходится выживать еще больше, чем выживали раньше. Так что я не знаю, что пенсионерам будут делать. Насчет этой компенсации непонятно, будет она или нет. То есть у вас нет уверенности в том, что вы получите компенсацию? Потому что они все усложняют. Мы, советские люди, по временам компьютеризацию эту не учили. Нам никто не помогает. Мы непонятно. С каждым годом, как я поняла и как я уже убедилась на себе, что эту регистрацию усложняют. Не знаю, или это специально, чтобы люди, пенсионеры особенно, чтобы они не могли зарегистрироваться. Даже те, которые зарегистрировались, они не уверены, что они зарегистрированы. У людей, может быть, денег не хватит даже на то, чтобы оплатить коммунальные услуги. Мертвому припарка компенсация в 300 леев – это издевательство над людьми. Видимо, у государства есть какие-то другие цели, особенно у руководителей, которые заботятся о чем-то другом, что для них ближе и значительнее, чем просто люди. Пенсионеры не знают, как выживать в этих условиях. Денег, которые они получают от государства, не хватает даже на самое необходимое. Не говоря уже о том, чтобы оплачивать счета на тысячи леев. С электричества я много плачу. У меня же и плита, все на электричестве. Вся квартира. Поэтому много. Очень хотелось бы, чтобы они, наоборот, уменьшили. Во всяком случае, раньше обещали, у кого электроплита, электроэнергия будет дешевле. Все забыто. В прошлом году за отопление бешеные суммы платили. Я сколько живу, у меня такой суммы никогда не было по отоплению. В этом году просто страшно. Давали заявление на компенсацию? Да, я подавала. Я еще не знаю, что там будет. Может, вообще не дадут. Отметим, что с 1 декабря стоимость голубого топлива в Молдове подорожала. Тариф на газ составляет 16 леев 74 бана за кубометр. Повышение приведет к цепному росту цен, уверены эксперты в области экономики. В результате в ближайшие месяцы мы будем оплачивать более высокие счета за отопление и электричество. Насколько вырастут тарифы, пока неизвестно, поскольку расчеты все еще ведутся. Субтитры создавал DimaTorzok Великого района 66-летняя Евгения вынуждена прибегать к жесткой экономии, чтобы пережить нынешнюю зиму. Огонь в печи она разводит раз в день. Ее запас дров на зиму – это то, что заготовил муж, умерший два года назад. У Евгении 10 детей, которые живут отдельно, каждой своей жизнью. Поэтому женщине приходится самой о себе заботиться. Чувствую в доме холодновато. До завтрашнего утра топить не буду. Может, вечером ночи холодные. Укутываюсь поплотнее, ешь шерстяное покрывало, сверху укрываюсь одеялом. Так было и прошлой зимой. Да, дети навещали меня по воскресеньям. В течение недели они работают. И говорили, что у них мерзнут ноги. Спрашивали, как я нахожусь в таком холоде. От холода женщину спасают несколько толстых одеял. Укрываются несколькими одновременно. Вот чем укрываюсь. Это ватная еще со времен Советского Союза. Тяжелая, а у меня болят кости, но тепло сохраняется. Внизу немного теплее, сверху холоднее. А когда разводили огонь? Утром около десяти. Немного, чтобы чуть обогреть дом. Печь редко прогревается доверху, но я и не стараюсь, чтобы она была очень горячая. Нечем топить. Женщина просит в молитвах, чтобы зима была мягкой, и можно было бы пережить и без того тяжелые дни. Ее пенсия – три тысячи леев. Деньги уходят на еду и лекарства. Свет не включаю. Есть телевизор, с ним ложусь спать и просыпаюсь. Электричеством особо не пользуюсь. Экономите? Экономлю, что поделать. А сейчас, говорят, опять подорожало на 50%. Евгения давно потеряла веру в хорошие времена. С грустью она рассказала нам, что никогда не думала, что окажется в такой ситуации. Однако для властей это, похоже, вообще не имеет значения, добавила пенсионерка. В хорошие времена мы живем, как нам обещали? Нет. Депутаты живут, а мы, сельские жители, нет. Как вы считаете, почему власти не заботятся о пенсионерах? Потому что они заботятся о себе, а не о людях. Очень сложно. Не думала, что так будет на пенсии. Совсем так не думала. Следует отметить, что цены на дрова в этом году выросли на 5-10% по сравнению с прошлым годом. Стоимость одного складометра лиственных пород от 750 до 1250 леев. Вдобавок к этому с 1 декабря на 27% подорожал природный газ. Итак, из общего числа поездок личное участие Майя Санду приняла в 11, а вот представители ее администрации в составе делегации приняли участие в 33 заграничных визитах. В этих поездках самыми крупными были траты на транспортные расходы – около 360 тысяч леев. Далее следуют суточные расходы, которые составили 290 тысяч 800 леев. На проживание было потрачено 166 тысяч 200 леев, о чем свидетельствуют официальные данные. Из общего количества в 11 командировок аппарата главы государства на долю Санду приходится 8 рабочих визитов. Кроме того, она приняла участие в двух саммитах и в одном зарубежном мероприятии. В общей сложности из государственного бюджета на это потрачено около 486 тысяч 300 леев. Мероприятие, которое стало стартом зарубежных воежей Санду в этом году, состоялось в румынском городе Тимишара, где она получила награду Тимишара за европейские ценности, к которой прилагалась премия в 30 тысяч евро. Общая сумма визита в Румынию составила 23 тысяч леев. Эта поездка была не самой дорогостоящей по сравнению с другими. В мае Санду отправилась с рабочим визитом в Норвегию, где ее сопровождали два советника, а стоимость поездки составила почти 70 тысяч леев. Примерно столько же было потрачено из бюджетных средств на ее визит в Швейцарию с 14 по 16 июня этого года. Трехдневный рабочий визит в Париж обошелся бюджету страны более чем в 53 тысячи леев. А поездка в Брюссель на один день стоила молдавским налогоплательщикам 52 тысячи леев. На последнем месте в топе самых дорогих рабочих визитов за границу поездка в Албанию, где Мае Санду участвовала в саммите Украина-Юго-Восточная Европа. Общие расходы тогда составили 19 тысяч 300 леев. Кроме того, 33 заграничные командировки, в которых приняли участие представители аппарата президента, включая советников по различным вопросам, руководители управлений, консультантов и представители службы Высшего Совета Безопасности, обошлись бюджету страны примерно в 335 тысяч 600 леев. Некоторые из этих поездок вошли в тройку самых дорогостоящих. Их совершил один и тот же чиновник, а именно секретарь Высшего Совета Безопасности Станислав Секриеру. Например, рабочий визит секретаря ВСБ в Вашингтон с 17 по 21 апреля обошелся в 60 700 леев. Он же посетил Берлин, на что было потрачено 25 тысяч леев, а также швейцарский довоз с 13 по 15 января, потратив на это еще 24 тысяч леев, говорится в опубликованном отчете. Отметим, что в этом году расходы на рабочие визиты за границу президента Мае Санду выше по сравнению с двумя предыдущими годами. В 2023 году Санду съездила за границу 21 раз, что обошлось бюджету в 526 800 леев. К ним следует добавить с командировки за границу сотрудников аппарата президента. Напомним, в прошлом году расходы администрации аппарата президента в общей сложности составили 825 300 леев. Хотя, согласно пресс-релизу учреждения, на 2023 год на поездки за границу было выделено 700 тысяч леев. Экономический эксперт Вячеслав Янице утверждает, что в мире, где отпуск считается важным способом восстановления силы психического здоровья, в Молдове большая часть населения из-за бедности не может себе позволить выезжать на отдых, считая это роскошью. 71% граждан Республики Молдова, согласно опросу Иди Свейторул, в 2024 году не выезжали и, к сожалению, не поедут уже куда-то в отпуск. 1 миллион 700 тысяч жителей не могут позволить себе такую роскошь – куда-то уехать, чтобы восстановить силы и с новой энергией прийти на работу. Это называется отпускной бедностью. На противоположном полюсе находится 1,4% или 35 тысяч человек или 10 тысяч семей. Как правило, это семьи, где по 2-3 ребенка, которые ежегодно отправляются куда-то минимум 3 раза в отпуск за границу. Остальные – 25%. Большая часть из них куда-то уезжают в отпуск за границу. Меньший процент отдыхает в Молдове. Такой же небольшой процент остается в Молдове и едет за границу. Данные, представленные экспертом, подтверждают жестокую реальность Молдовы. В репортаже, ранее вышедшем на нашем телеканале, некоторые дети рассказывали, что либо совсем не видели море, либо видели его только по телевизору. Ты когда-нибудь была на море? На море? Нет. Но ты знаешь, что это? Днестр? Нет. Ты не знаешь, что такое море? Нет. Там, где так много воды, что не видно берега. Может, когда-нибудь ты видела его по телевизору? Нет. Ты когда-нибудь видел море? Да. Вживую? Нет. Тогда где ты его видел? По телевизору. Какого цвета море? Синего. Видел море только по телевизору и старший брат Павла, 14-летний Игнат. Денег не хватает, говорит мальчик. Как ты думаешь, почему вы никогда не видели море? У нас нет денег. В какой стране ты бы хотел увидеть море? Не знаю, но неважно где. По словам Вячеслава Иоанницы, эффективной экономической политикой по борьбе с отпускной бедностью и стимулированию местной экономики было бы введение отпускных ваучеров. Эти ваучеры, предлагаемые работодателями, могли бы использоваться исключительно для отдыха в Молдове, что способствовало бы развитию внутреннего туризма. Кроме того, эта мера могла бы служить непосредственным вкладом в развитие местного бизнеса в туристическом секторе, например, отелей, хостелов и ресторанов, а также в создание новых рабочих мест. Эксперт также считает, что решение этой проблемы требует системного подхода со стороны правительства, частного сектора и общества в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова